Снимаешь? Серёж? Ваша фамилия, имя и отчество? Довгушин Фёдор Семёнович. А год и место рождения? 23 июня 1925 года. Тамбовская область, Бондарский район, деревня Шача. А в каких родах войск служили? В танковых войсках, Забайкальский военный округ, станции Даурия. А воинское звание, должность? Потом в Германской демократической республике, должности старшего врача, полка. А воинское звание какое вы получили? Майор медицинской службы. А как вы узнали о начале войны? Ну, о начале войны я тогда был ещё совсем маленький, минимум юноша. Был в деревне, сразу распространился весь этот самый слух. Принесли весть из района, что началась война. На Советский Союз напала Германия. Расскажите, пожалуйста, когда и как вы были призваны к действующей армии? В действующую армию я был призван после окончания Саратовского государственного медицинского института, который поступил в 1945 году и закончил в 1951 году. После окончания было присвоено воинское звание старший лейтенант и зачислен в кадры Советской Армии. Очень интересно. А какие награды вы получили? Награды? Да. Награды сейчас юбилейные медали в честь победы Советского Союза над фашистской Германией. К юбилею 50-летия, 65-летия, 60-65-летия. Я заслуженный врач России. Вот. Имею знак заслуженного врача России. И отличник здравоохранения России. Имею тоже нагрудный знак. А что бы вы могли рассказать о битве за Москву? Ну что? Ну я... Я точно сейчас не могу, потому что это было в 1942-1943 год. А что вы можете рассказать о своих командирах? Кто из них больше всего запомнился? Чем? Ну командирах. Командирах полка. Я был направлен в германско-демократическую службу для прохождения воинской службы. В начале, в должности медико-санитарного взвода. Это наша часть располагалась... Есть такой городишко Ошец. Германско-демократической республики. Потом, через два года, я был переведен на повышение в должности старшего врача. И присвоили мне звание майора медицинской службы. А каково было Ваше отношение и Ваших сослуживцев к личности Сталина? Ну знаете, Иосиф Виссарионович Сталин – это неоднозначное, как говорят, имя. Мы выросли с Иосифом 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 Ивановичем. После того, как он умер, началось, как говорят, что нашлись люди, которые, как говорят, не нравилась политика Иосифа Ивановича. Жестокая была. Дисциплина нужна была. И она и сейчас нужна. А сейчас дисциплина-то не очень хороша-то. А Вы верите в Бога? Верю. Хорошо. А что Вы можете рассказать о власовцах? Ну, власовцах, ну, получилось, я подробно, я конкретно не могу ответить, я не политолог, не историк. Сейчас я вот смотрю, Суд Времени, Вы здесь смотрите по телевидению, ну, ведь, как говорят самые, все разбились, которые участвуют в этой передаче до два лагеря. Одни защищают, другие нападают. Это сложные процессы, сложный вопрос. И понять его практически порой и невозможно. У меня одно мнение, а у Вас другое мнение. А о десертирах? А? А о десертирах? Ну, десертиры, мне это не нравится, это позор для бывших Советского Союза, те, которые десертировали. Так что я не сторонник этого явления. А штрафники? Ну, ведь тоже надо смотреть, за какие проступки назначалось штрафные, так ведь? Если это такое заслуживающее серьезного внимания и предательство было бы. Так какой может быть разговор, что они не виноваты? Расскажите, была ли любовь на войне? Ох, без любви нельзя было убивать. А у Вас? У меня-то позже. У меня любовь пришла, когда я учился в институте. А Вы были ранены? Нет. Где и как Вы встретили День Победы, 9 мая 1945 года? Что делали и что чувствовали? Ну, я был юношей. Так что я жил вместе со своими родителями и был в колхозе. Так что с радостью встречали и услышавшие слова Победы, что закончилась война. Это же мучительная, это страшная война была, которая никогда бы больше человечества не хотела бы этого. А как Вы думаете сейчас, почему началась война? Как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Знаете, у нас была система социалистическая, окружали нас другие капиталистические миры. У нас была одна идеология, а у них была своя идеология. И противостояние, как говорят, двух сил, социалистической и капиталистической. Но вот сейчас, как говорят, вроде начали находить общий язык между собой. Но как бы ни хотели бы находить общий язык, недруги были и будут всегда. Вот что же сейчас получается? Варшавский договор разрушен. НАТО остался. Спрашивается, получается, что мы-то проиграли? К нам войска от самой НАТО придвинулись, как говорят, к самой границе. И размещают, вот сейчас вроде они отложили всё это. А то идут в Польше и в Чехословатии разметить свои военные базы американцы. Зачем они нам нужны-то? Как говорят, у нашего забора, если так грубо выразить. Так ведь? Так. Знаете, политика сложный вопрос. И его надо вести умеючи. Спасибо. А что бы Вы хотели пожелать нашей молодёжи? Молодёжь, я хотел бы молодёжи пожелать, как доктора, в первую очередь, здоровья, крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, а, к сожалению, здоровье не блещет наша молодёжь. Это очень горько, но приходится говорить и сказать об этом. Спасибо Вам большое за всё.